Меня зовут Алексей Ниц, и вы смотрите видеоуроки Теплицы социальных технологий. Сегодня я расскажу, как самостоятельно создать качественный Long Read с помощью платформы Tilda. Long Read от английского Long Read – длинное чтение. Это формат, появившийся несколько лет назад. В конце 2012 года на волне популярности iPad редакции стали переосмыслять будущее читательского опыта. Многие экспериментировали со специальными версиями своих изданий, но наиболее успешным оказался новый формат «Интерактивная история Snowfall» редакция New York Times. Интегрировав инфографику и анимацию с текстом, этот формат делает из сухих фактов историю. С появлением социальных сетей поток информации вокруг нас усилился в несколько раз, и вместо того, чтобы внимательно обрабатывать всю входящую информацию, нам пришлось научиться читать избирательно. Сейчас появляются новые стандарты журналистики под общим названием «Визуальный сторителлинг». Рассказать истории и привлечь внимание к проблеме – это одна из основных задач некоммерческих организаций. Уже начали появляться интересные Long Read'ы, например, «Любовь Эта» от некоммерческого партнерства «Ева». Итак, как же самостоятельно сделать Long Read? Tilda – это конструктор из блоков с хорошим дизайном. Каждый блок имеет свои настройки. Нет необходимости писать код. Ваш Long Read будет правильно отображаться как на компьютере, так и на смартфонах и планшетах. Обычно, чтобы качественно сверстать подобный материал, необходимо пропустить его через руки множества специалистов. Это занимает много времени и проект становится ресурсоемким и дорогим. Tilda же позволяет самостоятельно создавать, публиковать материал и вносить правки. Для использования платформы необходимо зарегистрироваться. После регистрации можно создать и настроить свой первый сайт. Бесплатный тариф позволяет создать один проект, который включает в себя до 50 страниц и общий объем загружаемых файлов не должен превышать 50 мегабайт. После того, как вы создали сайт, вы бесплатно получаете поддомен на платформе Tilda. При желании ваш проект можно перенести на ваш домен или поддомен. Сайт создан, но не отображается, так как он пуст и еще не создана ни одна страница. Я перехожу в мой сайт и нажимаю «Создать новую страницу». Можно начать работу с чистого листа и добавлять блоки вручную или выбрать наиболее подходящий для вас шаблон, выбрать его и уже там вносить справки, заменяя контент шаблона на свой, буквально заменяя фотографии, тексты и другие элементы. Пойдем по этому пути и выберем один из шаблонов. Tilda можно использовать не только для создания лонгридов как истории, но и для одностраничных и многостраничных сайтов с хорошим дизайном. Для примера представим, что передо мной стоит задача сделать красивую страницу анонс для воркшопа, поэтому я выберу соответствующий шаблон. В верхней панели инструментов можно увидеть, как будет выглядеть материал до публикации, нажав предпросмотр, а также опубликовать его в случае, когда материал будет готов. Перейдя в настройки, можно добавить описание сайта, а также настроить другие элементы, например, картинку для превью, которая будет отображаться при публикации ссылки в социальных сетях. Итак, сам материал состоит из последовательных блоков, каждый из которых можно изменять и редактировать, а также можно добавлять новые блоки, нажав на плюсик и выбрав блоки из общей панели. Блоки между собой можно перемешивать, изменяя их порядок. Покажу более подробно, как это работает на примере первого блока обложки. Здесь можно быстро поменять шаблон блока, выбрав наиболее подходящий, а также изменить настройки дизайна блока. Я могу быстро заменить текст и загрузить свое изображение из своих облачных сервисов или со своего компьютера. Также с легкостью я могу удалить один из блоков и добавить мне нужный. После того, как работа на материалом завершена, можно нажать предпросмотр и проверить, после чего нажать опубликовать. Мой материал доступен по этой ссылке и я могу поделиться им, например, в социальных сетях. Если у вас будет несколько страниц или одна, но вы хотите, чтобы ссылка была просто как сайт, тогда в настройках сайта необходимо нажать опубликовать все страницы, что свяжет все ваши созданные страницы и ваш сайт на тильде. Теперь мой анонс воркшопы доступен по этой короткой ссылке. Таким образом, с помощью платформы Tilda можно самостоятельно создать полноценный медиапроект для любых целей, начиная от лонгрида и до полноценного многостраничного сайта организации.